Что можно найти в лесу 2 января? Грибы, старый череп и переключение на свою пятую точку. Ох, как ну адреналинщику! Привет, друзья! Сегодня 2 января 2018 года, и я сбежала подальше от вкусной еды, от продолжения застолья, от празднования, потому как устала, в общем-то, праздновать, кушать. Хочу прогуляться, там 4-5 часов, сколько получится, насколько далеко смогу зайти. И попутно я хочу поискать зимние опята. Если вы смотрели мой ролик об одиночном походе в лес Северского Донца, видели, что я там нашла зимние опята на деревьях, довольно много, но тогда не знала, что это зимние опята, что это съедобный гриб. Теперь я знаю и хочу уже целенаправленно найти эти грибы. Но я сегодня нахожусь немного в другом лесу, как бы не в том дремучем, но все равно попытаюсь найти грибы. Уже одни нашла, но высоко, на высоте 4 метров над землей, то есть никак их собрать невозможно. А сейчас я пойду в ту сторону, по лесу, но там я слышала лай большой собаки. Надеюсь, я ее не встречу, так же, как и ее хозяина. Ну, посмотрим, что получится. А вот и Северский Донец вышла к реке. Как обычно, зимой Донец спущен. Тут такая, конечно, грязища. Но я в резиновых шапогах, не все ни почем. Очень много вот этих ракушек, раковин пустых. Буквально вся земля усыпана. Вот они. Можно было собирать и делать какие-то там, не знаю, подделки красивые. Ну, что-то неохота. Ну, их много-много здесь. Гриб на веточке. Кто-то насадил. Так он тут и висит. Ого, шиньки. Везут мне на черепки. Мне кажется, это собачий. Часто вот так брожу по лесу, по степи, вот где угодно. И нахожу черепа. О какой. А так он смотрит на меня. Ну, собственно говоря, он небольшой. Вот такой. По сравнению с моей ногой. И в носу у него растут листочки. Когда-то здесь была лодочная. Можно было брать лодки на прокат по очень таким доступным ценам. И переправляться либо на ту сторону до конца, либо просто кататься. И мы брали так лодки. И катались по несколько часов. Плавали туда-сюда. Такие деревянные, добротные лодочки. Ну, а теперь все, что осталось от этой лодочной. Одней разваленной. И переправиться на ту сторону до конца можно либо на пароме, либо если у вас есть там своя лодка. Своими усилиями. Нашла. Что я нашла. Кажется, я нашла то, что искала. Вау. Красотень какая. Довольно-таки глубокое дупло. Большое. Нравится мне, как камера может показывать внутренности дупла. Какие черные, страшные грибы. Как какашки. А мне кажется, это были вот оранжевые грибы, которые ярко-оранжевые. Вот это они так после морозов выглядят. Такая бяка. И яркий ствол у дерева. Такого кирпичного, яркого цвета. Кстати, в поисках грибов я вот лезу по довольно крутому склону. Тут как получается. Либо там внизу идти вдоль реки. Это по ровной поверхности. Либо вот довольно-таки крутой склон. Я вот по нему ползу через заросли. Ну, я думаю, это вот это маршрут бешеного январского грибника. Такого, как я. Кстати, всюду попадаются вот такие старые грибочки. Я лезу. Скользю по вот этой сгнивающей массе. Трещу ветками. Ну, все как полагается. Идти надо осторожно, чтобы не упасть. Вот еще грибочки, но они какие-то неаппетитные. Они такие киолые. И тут же рядом на дереве. Свеженький абсолютно опенок. Вот они. Но этот коричневый не буду. Здесь уже тоже старенькие. И вон там дальше пошли. И вон там... О, вот самое все шикарное остается наверху. Вон там он, наверху. Куда я не дотянусь никак. Вот эти черные грибы. Это вот бывшие такие. А эти, они такие яркие. Так выглядит у нас январь. В лесу. Зелень. Зелень. Видите, какое дерево высокое. И там на ветках висят две камеры. Две покрышки. Вопрос. Как и зачем? Как их туда закинули? Повесили и зачем? О, а тут походу кто-то вегвам пытался строить. Очаг. И типа скелет вегвама. Ха-ха. А далее, далее. Вон еще интересный объект, к которому я сейчас обязательно подойду. Развалены в лесу. Ха-ха. Забавно. А вот еще какой-то грибочек. Но это не то, что зачем я сегодня... О, ребята, это же лисичка. Насколько я понимаю, это лисичка. И она нормальная. Вау. Ну вот и спустилась. Когда-то тут что-то было трехэтажное даже. Вот тут так. Офигеть. Вот чего я совершенно не ожидала найти. Так, вот этого. Вот этого. Вот он. И такой вот забор идет и идет. Колючий. Не, конечно, при желании я могу тут пролезть. Ну, ё-моё. Кто ж так надругался над лесом? Пролезу здесь. Вначале идет пакет, а потом иду я. На колючая проволока есть колючая проволока. Потом идет камера. Так, так, так. Ну, отцепляйся. Там вдали сплошные развалины. Сплошные, сплошные какие-то старые здания. Смотрите, какую красоту я снова нашла. Они, правда, такие вот липкие. Опять опятки. И тут их уже побольше. Они маленькие-маленькие. Там старенькие. Вот еще один красавец. Опаньки. Ну, вот, жменька опят. Думаю, вот это бывший пионерский лагерь. И, скорее всего, именно поэтому эта территория окружена колючей проволокой, чтобы лишние люди не шастали. А я тут шастой. Стремновато. На стене написано, что это частная собственность. Так что долго я тут не буду задерживаться. Наверное, кто-то выкупил. Может, разобрать хочет. А может, территорию там держит для будущей турбазы, допустим. Землю арендует. Скорее всего, для этого. Да, блоки. Вот. Восемь. Наверное, это когда-то был пионерский лагерь. Тот самый, о котором я слышала. В общем, ретировалась я с этой частной собственности очень резво. Загавкала там большая собака. Я еще побоялась, что она отвязанная. И я ломанула. Плюс там начали обгрюкать всякие металлические вещи. Не знаю, это собака, может, цепью так, или человек. Ну, короче, не стала искушать судьбу. Как говорится, скорее всего, эта собственность не просто частная, она еще и охраняется. И, кстати, тут кто-то полочку-то поломал, прорвал. Фух. Ну его нафиг. Пошла я просто тут вокруг этой частной собственности. А в оси тут грибов найду. Кстати, часть грибов-то я нашла на этой закрытой территории. Фух. Харкнула адреналинщику. Харкнула адреналинщику. Уж больно неожиданно. Громко и страшно залаяла собака. Деревьев в нашем лесу и так нет, но это не мешает кому-то их пилить. Непонятно, зачем. Вот, например, спилено и брошено. Зачем это понадобилось кому-то, и я не понимаю. Смотрю так издаля оранжевая. А, думала пень и грибы. А ближе подхожу и понимаю, что нифига это и не пень, и не грибы, что это одинокие мандарины на камне. Кстати, прикольно. Мандарины-то целые. Кто-то тут на пикничке. Да, абсолютно целый мандарин. Но есть его не буду, пускай лежит. По-видимому, кто-то тут отдыхал недавно. Все, выплазла из леса. Ну, как я и думала, около 4 часов гуляла. Вот тут открывается шикарный обзор на Северский Донец. Немножко запыхалась, поднималась оттуда, оттуда, оттуда. Вот тут тебе икончик, который часто бывает в моих видео. И вот такой обзор на Северский Донец и прилегающий лес. На самом деле, вот самые-самые леса, они на той стороне Донца. Ну, чтобы там бродить спокойно, а, кстати, там вот в той стороне есть, в той стороне еще есть песчаная пустыня, довольно большая. хорошее, интересное место. Но, к сожалению, чтобы там безопасно путешествовать, нужно оформлять пропуск. И там патрули бывают, как бы, можно на путешествия подключение на точку свою. Красавица летит. Пожалуй, все на этом. С вами была Татьяна Гордеева. Не забывайте подписываться на канал, делиться видео. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok